Могу бы тебе рассказать? Ну, что они тут творили? Ничего хорошего не делали. А что творилось? Ходили пьяные. А кто? Кто? Военные украинские. Я ездил в Боровское, мне рассказывали, они ходили, шарились по хатам, выносили что-то, что хотели, где людей не было. К людям заходили, пьяные, автомат к пузу подставляли, говорили синьку давай. Говорит, у меня нету. Говорит, а что ты шаришься здесь, бомж? Говорит, я тут живу вообще-то. Разбомбили вот это все, чтобы погорело. Они ходили, говорили, приезжали гуманитарные, гуманитарки на школу, они там приветствовались, говорили людям, приезжайте, мы вам там предоставим пищу, жилье. Приехали туда, уезжают, говорят, крепитесь типа, и уезжают, и туда сразу прилетает. Все разбомбили. А почему они это сделали? Они нас ненавидят. Почему вас ненавидят? Вот здесь, в Северодонецке. Западная Украина никогда не любила Донбасс. А такого они раньше сделали, вот, или только сейчас? 24 числа тут все началось, они бомбили все окраины, начиная с 24, все эти 4 месяца. Они бомбили все здесь. Им было наплевать, где люди, где нет. Мы два часа на базе просидели, мы слышали выстрел, стреляли по военкомату. Разбомбили все вокруг, кроме самого военкомата, куда они целились. И говорили, что это все бомбили русские. В чем говорить? Да, у нас на Западе так говорят, что русские, ну, например, сюда зашли и разбомбили все, жили дома, убивали мини-жители. Куда сюда русские зашли? Да, они попадали дома. Но это уже был бой, когда они ударили с украинцами. Ну, потому что украинцы зашли в дома, да? Украинцы сидели в домах и знали, где живут люди. Они специально катались по городу на машинах, смотрели, где люди живут. А потом, когда убегали, садились по домах, где жили люди, и специально оттуда отстреливались. Мы жили, вот, живем в доме Гололя-3, мы три недели сидели, потому что они под нами уселись и стреляли, одна отстрелялись. Все, что могу сказать. Хорошо, спасибо большое. Нет, все что.